Ребята, всем привет! Сейчас проедем экзаменационный маршрут номер 4 с улицы Туполева, 19. Сейчас улица называется Мрии, 19. Садитесь в автомобиль, настроили сиденье, зеркала, пристегнули ремень, запускаете движок, ставите драйв, но у меня коробка автомат. Снимаете ручник, показываете правый поворотник начала движения. Если вы едете направо-правый, если налево, то понятно левый. Но обычно вправо начинаете движение, но бывает, что и в левую сторону здесь выезжаете. И смотрим, чтобы никого не было, потому что машины могут ехать с других направлений. Мы начинаем движение, должны всем уступить. Поворачиваем сюда. Вот, здесь учебка, смотрите, будет парковаться. Подождем немножко. Так, учебка почти запарковалась, начинает движение дальше. Показываю правый поворот. Показываю правый поворот, потому что здесь нужно вот так повернуть направо. Видите, здесь в машине тоже стоят учебки. Вы можете стартовать либо отсюда. А где стоят припаркованные учебки, если будете сдавать на сервисы, ну, сама машина с сервисного центра, то будете выезжать вот с этих ворот. Вот, едете прямо, и здесь, видите, впереди припаркованные машины. Вам нужно показать левый поворотник, объезд препятствия этих машин. То есть, левый поворот показываете и двигаетесь левее. Объезд препятствия. Хотя здесь когда-то была улица односторонняя, сейчас знак убрали. Правый поворотник и поворачиваем направо в правый ряд. Смотрите, машина вот эта, я вот не могу понять, она припаркованная. Да, здесь, по-моему, припаркованная. Показываем левый поворотник, объезжаем. Потому что, если бы она стояла, скажем, в очереди на выезд, то надо было подождать. Показываем правый поворотник, возвращаемся. Едем прямо. Вот, смотрите, вот тоже машина выезжает. Помеха справа у нас получается. Ждем, его проезжает. Показываем правый поворот и едем за ним. Есть зеленая стрелка, можем ехать, если никому не мешаем. Если успеваете проехать, то можно. Если не успеваете, то лучше, понятно, подождать. Потому что здесь, видите, тоже поток пошел. Если вы, ну, опыт хороший, то можно успеть выехать. Если опыта мало, лучше, понятное дело, не спешить подождать. Смотрите, сейчас могу вполне проехать. Эти машина далеко. Захожу в правый ряд. Это четвертый маршрут, мы будем ехать. Он, кстати, очень такой легкий сравнительно. Потому что у вас там не будет ни одного разворота. Мы едем здесь по этому ряду. На кольце нам нужно съехать на второй съезд. Подъезжаем. Слева смотрим, чтобы никого не было. Левый поворотник. На кольце смотрим, чтобы никого не было. И по этому ряду, по правому вы так и идете. По правому ряду с левым поворотником. Поглядывайте по зеркалу, чтобы никто вас не срезал. Но всякое бывает. Показывайте правый поворотник на съезд. И съезжайте с кольца максимально в правый ряд. Вот сюда вот вы заходите максимально в правый ряд. И едете по правому ряду. вот эти по правому ряду видите впереди припаркованные машины то есть нам нужно показать левый поворотник но можно кстати тут по ряду проехать видите пока вы проезжаете в рамках можно ехать на что видите машины сбоку идут а там видно что мы точно никак не проедем показываем левый поворот и двигаемся леви вот едем прямо вы едете на учебке экзамен задаете скорость 20-30 километров в час ведь и не видно пешеходы есть или нет нужно немножко притормозить посмотреть никого нет все едем дальше едем по этому ряду как только ряд будет пустой можно будет сразу занять крайне правое положение пока едем по этому ряду здесь будешь говорю в основном правые повороты ни одного разворота не будет поэтому это маршрут легкий вот мы едем себе прямо едем прямо видим впереди там микроавтобус пытается заезжать и вот здесь смотрите чуть дальше уже можно будет брать правое положение ведь учебка выезжает тоже не получается скажем взять показываем правый поворот и здесь видите до сплошной линии на пунктирчике мы спокойно заходим до на прерывистой линии зеленый сигнал светофора едем дальше по правому ряду мы себе едем дальше до улицы сейчас будет улица данила чербативского и мы там повернем направо вот мы здесь едем здесь у нас главное потому что некоторые пытается дорогу уступить думаешь это кольцо это не кольцо они нам уступают здесь смотрим пешеходов нет зеленый сигнал светофора показываем правый поворотник правый видите уже как раз переключается светофор я могу посмотреть успею или не успею смотрите машины еще стоят я спокойно захожу сюда видимо что я никому не мешаю как раз на переключение я заехал я никому не мешал и по правому ряду мы едем дальше аж до улицы салютной по правому ряду если повезет вот так можно ехать никого не будет припаркованных и вы так и будете постоянно ехать правом ряду тоже скорость у вас 30 километров в час потихонечку себе едете здесь как раз разметку обновили асфальт поменяли едете себе аккуратненько в правом ряду если повезет вот так до светофора мы и доедем по правому ряду не придется делать ни одного перестроения но тут опять же таки как дорога вы же понимаете смотрите пешеходов просматривайте никого нет никого едем дальше едем дальше впереди видим красный сигнал светофора будем там останавливаться вот уже смотрите уже и желтый уже и зеленый вот мы едем дальше едем дальше опять же таки когда будем делать перестроение все будут припаркованные машины надо смотреть что не пересечь сплошную линию вот едем 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 дальше там будет сейчас тоже светофор регулируемый пешеходный переход вот мы себе едем дальше около 30 километров в час смотрим смотрите зеленый сигнал светофора людей нет что бывает люди могут пойти и на красный сигнал светофора и такое бывает вот едем дальше сейчас там будет аварийно опасный пешеходный переход он обозначается переменно мигающим желтым сейчас мы поближе подъедем видите знак 40 но мы так едем 30 поэтому нам особо как бы да не страшно смотрите видите перемена мигающий желтый здесь очень много ходит пешеходов потому что с одной стороны базар с другой стороны торговый центр небольшой здесь очень много ходит людей мы смотрим вот там идут люди смотрите вот люди идут мы пропускаем вот и едем дальше все люди прошли никого нет и здесь мы будем поворачивать направо там тоже могут быть пешеходы кстати смотрите сейчас мигает ведь и светофор показываем правый поворот чтобы оборачивать направо и сейчас очень много пойдет пешеходов то есть по сути дела можно было бы проехать конечно кстати смотрите по таймеру гляньте на таймер 11 секунд я спокойно успеваю проехать захожу в правый ряд и здесь тоже для пешеходов красный захожу в правый ряд смотрю чтоб никого не было по левому зеркалу ну левый поворотник и переделаю перестроение еду по этому ряду итак вы все время сейчас будете ехать Кстати, тут, смотрите, знак 20, тоже есть лежачий полицейский, знак 20. Но вы будете ехать, тут как раз поворота медленно. Здесь пешеходы ходят. Вот вы себе едете аккуратненько, посматриваете, вон там уже человек хочет перейти. И с другой стороны мужик подходит, тоже будет переходить. Вот, здесь будем ехать. Единственное, здесь дорога, скажем, узкие ряды. За счет того, что машины стоят елочкой. И есть двойная сплошная линия, и надо очень впритык ехать. Потому что бывает иногда задницы очень сильно торчат. Припаркованных машин, и проехать, ну, скажем, по-другому не получается. Иногда бывает очень сильно торчат, что приходится колесом зацепить. Но я в рамках проеду, естественно. Смотрите, вот я еду-еду здесь, да. Проеду в рамках, ну, линий, скажем, да, машин. Потому что бывает, я же говорю, очень тут проблематично проехать. И новичкам иногда тяжело, потому что они правую сторону зачастую плохо чувствуют. И они боятся зацепить машины, которые стоят елочкой, и выезжают на сплошную линию. Смотрим, чтобы не было пешеходов. Потому что бус припаркован таким образом, что не видно. Едем дальше. И вот видно, там стоит тоже пикап, зад торчит зеленый. Очень сильно. Вот. Но мы все равно проходим в рамках. Смотрим, опять же, такие. Пешеходов нет. Едем здесь по ряду. И как только будет возможность занять крайнее правое положение, мы возьмем крайнее правое положение. Вот здесь показываем правый поворот уже. И делаем перестроение в правый ряд. Вот. В правый ряд. И здесь, видите, красная и зеленая стрелка. Здесь учебки очень часто на этом перекрестке выполняют разворот. Поэтому нужно так стать, чтобы вы им не помешали. Видите, пешеход идет, проходит пешеход. У нас красная и зеленая стрелка. Можем ехать, если никому не мешаем. Пешеход прошел. Видите, вот учебка. Она может здесь вполне сейчас пойти на разворот, чтобы мы ей не помешали. Потому что, когда вы сильно вылезли вперед, она при развороте у вас упрется. Поэтому нужно так, смотрите, смотрю, слева никого. И пошел сюда. Видите, учебочка сейчас пойдет либо на разворот, либо на поворот. Вот. И сюда поехали по правому рядочку. И едем прямо. Видите, то есть только правый поворот. Едем прямо. Опять же таки, скорость у вас 30 км в час. Здесь сейчас будет знак, где-то ограничение скорости 30. Хотя мы и так едем 30. Там будут лежачие полицейские в двух местах. Ну и будут ограничения скорости 30. Вот смотрите, знак 30 стоит. Лежачий полицейский, сужение дороги. Но я, видите, и так еду до 30. Здесь будет сейчас лежачий полицейский и пешеходный переход. То есть мы подъезжаем, притормаживаем. Скорость там примерно, вы делаете там 15-10 км в час. Отпускаете тормоз и переваливаете через лежачий полицейский. Пешеходов нет. Проезжаем дальше. Опять лежачий. Немножко притормозили, тормоз отпустили. Едем дальше. Конец ограничения 30. Можно немножко, потому что после лежачего скорость-то упала, можно немножко добавить скорости. Но здесь опять стоит знак 30. Поэтому здесь опять же такие вот эти вот латки, они довольно кривые. Тут надо аккуратно притормаживать. Вот. Оно сильно проваливает здесь. Вот. И едем дальше, смотрите, едем дальше. Знак у нас 30. Но я и так еду вот 24-25. Притормаживаю лежачие полицейские. Отпускаю тормоз, просто переваливаюсь через них. Учитывая, что скорость у меня, видите, и так 13. Я здесь даже не притормажу, просто переезжаю. Вот. И еду дальше. Еду дальше. Ведь это, кстати, учебка тоже сдает, скорее всего, экзамен. Но, возможно, я ее сейчас объеду, потому что из-за нее ничего не будет видно, что дальше. Ну, что дальше происходит, скажем, да. Вот. Едем, едем дальше. Тоже что там у нас? Зеленый сигнал светофора. Зеленый сигнал светофора. Едем дальше. Сейчас я, наверное, учебку все-таки обгоню, потому что обзор закрывает, ничего не видно. Тоже левый поворотник, в левое зеркало смотрю никого. Делаю перестроение. Вот. Еду сюда, и тут опять беру правое положение. Ну, чтобы вы по правому ряду будете ехать. Сейчас я экзамен не сдаю. Показываю вам маршрут. Едете по правому ряду. Вот мы едем. И видите, впереди, я вам постоянно говорю про это место, что здесь ученики часто пытаются занять крайнее правое положение на дороге. Потому что полоса добавляется. Ну, вы же заметьте, но обратите внимание, что крайнее право идет направо. Вы и так в крайнем положении для движения прямо. Поэтому вы так и едете. Зеленый сигнал светофора. И мы начинаем смотреть. Видите, нам впереди, нам нужно делать перестроение. Мы уже по зеркалою начинаем поглядывать. Кстати, удачная машина сзади притормозила. Левый поворот. И мы делаем перестроение. Вот. Мы сделали перестроение. И едем в этом ряду дальше. Это уже практически конец экзамена. Сейчас будет круговое движение. Проехать через кармашек возле кладбища. И, по сути дела, конец. То есть, видите, не было ни одного разворота. За весь маршрут не было ни одного разворота. То есть, я считаю, это очень простой маршрут. Так, ну и едем прямо. Пока едем прямо. И там, смотрите, сейчас будет... Ну, это я уже отсюда вижу. Там будет припаркованная фура перед круговым движением. И учебки со второго ряда там направо часто поворачивают. Ну, в общем, это создание, по сути дела, аварийной ситуации. Но я смотрю, что и машины сервисного центра так едут. И вот смотрите, вот если сейчас линию будет, возможно, не пересечь сплошную линию, то вы берете правый ряд. Из правого ряда вам будет просто проще съехать с кольца. Вы возьмете правый ряд, на кольце зайдете по правому ряду и съедете с него. Вам так будет проще. Но, учитывая, что вам не сделать ошибку, чтобы вам не засчитали за ошибку, потому что, когда я вам показывал предыдущий маршрут, по-моему, номер 3, и там была необходимость пересечь сплошную линию, я вам показывал, что я ее пересекаю, потому что это безопасно, чтобы не поворачивать слева ряда направо. Там учебка еще поворачивалась слева ряда направо, я вам это показывал. Вот, смотрите, едем мы по этому ряду. Если бы можно было, мы правой бы заняли, но, учитывая, что сплошная линия, не занимаем. Показываем левый поворотник, смотрим на кольце никого и едем по ряду. Смотрите, вот здесь по ряду идем, показываем правый поворот на съезд и съезжаем, двигаемся правее на съезд, смотрим в правое зеркало, чтобы нас никто не объехал по кругу. Занимаем правое положение. Правое положение, отключаем пока поворотник. Потом поближе подъезжаем, еще раз показываем. И поворачиваем здесь направо. Ребята, смотрите, сразу покажем кадры другого дня. Если правый ряд пустой, и у вас есть возможность занять крайнее правое положение перед круговым движением, то понятно, сразу его занимайте. Как в данном случае мы делаем до сплошной линии. Вот если вам придется линию пересечь, тогда не стоит. Но пересекать, понятно, линию, потому что он посчитает за ошибку. Плюс, если правый ряд пустой, вы едете по правому ряду, потому что инспектор вам скажет, что вы должны двигаться максимально ближе к правому краю. Плюс, опять же таки, с правого ряда вы зайдете на кольцо, и с правого ряда вам будет легче съехать с него. Потому что вы с правого ряда зайдете, вам не нужно будет делать перестроение с кольца. Потому что, кстати, по левому ряду, вам нужно сделать перестроение в правый ряд. Это уже определенная сложность. Так вы смотрите, по правому ряду заходите, и сразу с правым поворотником съезжаете в свой ряд, и там дальше потом на светофоре поворачивающие направо. То есть у вас уже минус перестроение, и это сделать вам будет гораздо проще. Ну и плюс, опять же, такие инспекторы всегда требуют, чтобы вы шли максимально ближе к правому краю. Ну и дальше вам показываю маршрут. Поворачиваем здесь направо и придерживаемся правого ряда. Придерживаемся правого ряда, потому что, смотрите, смотрим за машинами, кто куда едет. Потому что здесь нужно ехать по правому ряду. Вот, смотрите, едем по правому ряду, если он свободен. И здесь будем поворачивать сейчас налево. Вот, показываем левый поворот. Вот машина паркуется как раз хорошо. При левом повороте уступаю встречке, если она есть, но ее нет. И занимаем левое положение, потому что здесь вот односторонка. Видите, все занимают левое положение до совершения левого поворота. Нам нужно повернуть налево, в правый ряд, и там потом повернуть сразу направо. Ну и стоим, ждем зеленый сигнал светофора. И смотрите, если эти все машины, сейчас вот три машины пойдут прямо в правый ряд, не факт, что мы туда влезем, нужно такой радиус взять хороший. Чтобы туда поместиться, потому что нам сейчас крайне важно взять правое положение, потому что мы не сможем потом повернуть направо. И бывает, что здесь, а здесь светофор на самом деле короткий, если ехать медленно, то эти машины могут уехать, и вы просто первые станете. Потому что сейчас три машины впереди, но вероятность есть того, что я там как раз хорошо помещусь. А вот если бывает машины 4-5, то не факт, что вы там влезете. Смотрите, видите, таймер там 15-14 секунд всего, для того, чтобы мы проехали. Поэтому иногда бывает, что, ну, влезем сейчас, смотрите, нормально. Вот мы поворачиваем за учебкой, правда осталось уже 5 секунд. Вот, смотрите, сейчас мы, видите, заходим-заходим за учебкой сюда. По правому ряду, видите, вот влезло всего-то 3 машины сюда. То, что я вам и говорю, что иногда проще подождать, потому что если вы не займете правое положение, видите, нам нужно здесь опять направо, показываем правый поворот, и поворачиваем здесь направо. Если бы мы не заняли правое положение, мы не смогли повернуть направо. Вот, и за учебкой заходим сюда направо. Вот, поворачиваем направо. Здесь может быть ехать встречный транспорт, нужно при левом повороте уступить машинам, которые едут в встречном направлении. Показываем левый поворотник, видите, знак показывает, что только налево пешеход еще пошел. Вот, и аккуратненько заходим вот здесь вот за учебкой. Они очень медленно едут, мы вот так за ним идем. Вот, по правому ряду. И вот, по сути дела, вы заезжаете сюда, опять возвращаетесь на сервисный центр МВС, на эту площадку. И здесь вас инспектор попросит где-то запарковаться, скорее всего, задом. Ну, это я вам уже все показывал, то есть маршрут вам показал. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока. Будут снимать еще другие маршруты.